Сегодня мы поедем туда, где соберутся совершенно разные люди. Гламурные и суровые, робкие и безбашенные, не имеющие гроша и щедрые на эмоции, матерые и только-только встающие на крыло. Тут нет одинаковых, интересных или не очень. Всех нас объединяет одно направление и одна цель в конце пути. Слет блогеров-путешественников под рюкзаком. Добро пожаловать! Устраивайтесь удобнее! В этом выпуске будет много еды, рекламы и вообще трэша, которого у нас обычно на канале не бывает. Поэтому, тем, кто хочет написать какую-нибудь гадость в комментариях, я вас предупреждал, не смотрите! Вот, ребята, мы прибыли на место. Место необычное, красивое, кругом. Смотрите, вон купола стоят. Сферы, жилье стоит, какое интересное, посмотрите, из контейнеров, модульное. Лично я обожаю всякие разные такие штуки, архитектурные новшества. Пришло время сваливаться. Все, приехали, ребята, мы на слет под рюкзаком! Нам вот предоставили такое место для стояночки, смотрите, где будет тусовка вся проходить. Вот, в тех шатрах, это лекторий, там будут проходить лекции, всякие спикеры будут, умным вещам учить нас. А мы встаем вот здесь вот, и сейчас, в данный момент, мы хотим покушать. А угриль мы берем с собой, ребята, не потому что мы его рекламируем, потому что он вкусный и быстро готовит. Ну, по крайней мере, то, что готовится на угриле вкусное. Выехали где-то в 11, приехали, вот сейчас 4 часа, пора перекусить. Это вот точно он говорит. А тут у нас жарится, шкварчит все. Мы, кстати, протюнили гриль наш, и он теперь выдает те киловатты, которые нужны были как раз. 5 минут этот красавец нам сделал офигенные бутерброды горячие. Вот такие внутри, смотри, на божью коробку похожие. Так что, кушаем, набираемся сил, сейчас пойдем лекции слушать, ума набираться. Перекусили, и пойдем в лекторий, где потихоньку собирается народ. Мишанька вон помогает девчонкам ставить шатер. Биостоп увидел и потерял голову. Я выбрался помощником для раскладывания тента. Вот у меня такая вот компания. Отказать, ну, сами понимаете, не могу, поэтому... Они же в такой же одежде. Да, я такой же, как они. Нет, это мы такие, как вы. В общем, мы в правильных, так сказать, нарядах. Не боимся никого, и даже клещей. О, ребята, это организатор этого безобразия. Мы с ней еще потом познакомимся. Здравствуйте, а здесь клещей на вес покупать можно? Глазик Васильевич. Лабораторных. Ты знаешь, я вот шерпа собрал, а вот с этими 10 палками забрать что-то не могу. А, пихай куда-нибудь. Не знаю, я не знаю, как это сделать. Ну, вы шалуны, я вам скажу. Куда-нибудь, это опасно. Сидеть будем на вот таких вот сенных пуфиках. Каждый пуфик посажен на по 100 грамм мурашек, чтобы мы не засыпали и были активны. Так, 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 вот почти уже, уже готово. Ой! А какой кадр мог бы быть, да? Может, это уротом его надуть? А на сколько же нужно? А на сколько же нужно? Чем мысли женщины? Объемами или длиной? Вопрос в зал. Слушайте, вы крутые. Спасибо вам большое. Ух, так легко заработать похвалу. Вообще здорово. Поставили палатку, а она, блин, ух, говорит, крутые вы. Домик, которого боятся клещи, собран. Вокруге. Самым-самым наисамевшим эротическим... Самым высокотехнологичным методом, да? Да, 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 я тоже правил. Он опять заснул. Клещ заснул, ребят. Наш. Наш, дерьмоцентр. Людей прибывает. Компании, бизнеса, туризма, ребенок, взрослый. Вот этот фестиваль, это не дело рук моих. Это дело рук вообще каждого, кто сюда заявлялся, кто переписывался, кто сюда вообще приехал и доехал. Меня зовут Олеся. Олеся Облачная в инстаграме. По техническим моментам, не нужно было вам что-то сказать, но у меня сейчас все вылетело из головы. И я думаю, что вам каждому сказали. Так вот, блогер под рюкзаком. Мой доклад о том, каким образом я начала, не являясь никаким блогером без аудитории, собирать интересных авторов по своему выбору, ездить в путешествия и еще потом в дальнейшем на этом зарабатывать. Проект блогер под рюкзаком начался в 2015 году со слета, с первого слета, который мы делали с Денисом Доропеем. И он так меня зажег, что буквально через, наверное, сколько, месяца два, я собрала первую команду, и мы поехали с ними в Крым. Мы начали с Крыма в 2015 году. В прошлом году мы залезли на Килиманджаро, в этом году мы залезли на Фудзияму. И, в принципе, проект идет. То есть, может быть, мы поедем там в Штаты. То есть, он из российского масштаба вырос до мирового, потому что в этом году блогер под рюкзаком стал первым проектом, который официально поддержала Министерство туризма Японии. Они будут здесь, кстати, в воскресенье. У меня есть... На Робу прибывают. У нас с Борисом есть Орчегов. Уже все пучки сено заняты. И мы ведем прямые эфиры. Это тоже, кстати, ниша. Вот кто хочет стать блогером, о, господи, я произнесла им вот это, что произнесла. Есть абсолютно незанятая ниша, которая набирает популярность. Мы ведем прямые эфиры из путешествий. Наш блог посвящен стримам прямо из пути. Из автостопа. Вот с вершины... Ну, не с вершины, это было подножье Килиманджаро. Это все на нашем евразийском континенте. Но, тем не менее, много чего человечество накопало. Много где бедонно занило. И это все очень интересное. Как меня представила Олеся, я документалист. Ну, скажем так, она это представила под воздействием, под впечатлением о моем документальном первом. МШ доклад делает. Для меня документальном фильме о консуаде Ау. Я вот в этом году выпустил это первое видео из Трионии, которое будет. И это был реально самый серьезный проект. Но, собственно, до этого еще дойдем. Как я вообще к этому шел? К каждому видео я начал делать небольшую вставочку. Там на 3-5 минуты, которая... Ну, то есть я не просто лазил по объекту, а я еще рассказывал. Зачем, понятно? А нужно хронометраж все-таки чем-то забивать. Поэтому приходится идти на какие-то компромиссы, вставлять фотографии. Причем желательно, вот с чем я еще сильно заморачиваюсь, чтобы фотография, которую я вставляю в видео, соответствовала тому, о чем я говорю в тексте. Ни в коем случае. Я и он – это две разные вещи. Это просто мой товарищ. Вот сейчас ребята из Indie Travel как раз рассказывают о низком уровне доверия аудитории корпоративным каналам, которые продвигают свои товары. То есть продвижение через сторонние каналы блогеров, оно гораздо выше. А пиво безвредно. Доказано, если бы там пиво. Где-то видели. Чтобы вы понимали, да, ну все, наверное, знают вот эту, как бы, ну не историю, да, как сказать-то. Бытие о том, что если ты едешь на севере, ты остановился, то обязательно люди, кто приезжает мимо, всегда останавливаются. То есть неважно, вышел ты там в туалет или просто остановился там чаю попить. В любом случае, приезжает машина, она всегда остановится. Всегда, сто процентов случаев. То есть и мы тоже всегда останавливаемся, чтобы, ну, потому что мало ли, что произошло. И, опять же, по моему наблюдению, самые безалаберные водители, самые раздолбаи, и кто чаще всего попадает в какие-то переделки, приключения, это местные, которые там живут. То есть я постоянно наблюдаю картину, когда останавливается трактор, оттуда выходит мужик в сланцах, без шапки, такой расстегнутый. При этом на улице там, ну, минус 35, это тепло. То есть минус 40 стабильно. Продолжались лекции, какие-то были интересные, какие-то нудноватые, какие-то пошловатые. Да, и такие были. А мы пошли в лагерь, потому что мы были на самое питании, самоприготовлении. И для того, чтобы успеть приготовить еду и вернуться к костру, надо было время. Так, ребят, ну вот мы встали таким лагерем. О, Мишаня какую штурку сделал. Сейчас будем готовить мясо, ужинать. Поставили палатку для того, чтобы, ну, как шатер ее сделали, просто чтобы пойдет дождик, значит, спрячемся. Погода такая переменчивая. Ну, сейчас зайдет Андрей МШ. Познакомимся, пообщаемся. У меня вот такая вот еда готовится, а МШ рассказывает нам страшилки. Ну, вот такое, потому что уже немножко помолчать, а то не стоит иногда пойти. Ну, ладно, мы что не стоит, вырежем. Пьем чай, едим мясо. Ничего больше не подумайте. Приятного аппетита. О, такая красота. Ну, согласитесь, как это можно было променять на питание столовой. Блин, сейчас вот пока сижу монтирую, смотрю и опять есть захотел. Пойду что-нибудь хвану. Всем приятного аппетита. Гуляем с Мишаней. Сейчас будут кострища и игрища. Для взрослых говорят. Страшно подумать, какие. Сходили. Палатка горит. А вон шатеры, там гитара. Сейчас пойдем послушаем. Мишанам страстейн рассказывал. Ёлки-палки. Вот уж он, правда, в тему углубленный парень. Полазил в парень. Мишка языком с ними как зацепился. Еле их разнял. Я могу вино подержать. А я хлеб. А вот вы знаете, там на общем костре очень сильно ждут людей с гитарами. Там уже костер горит. Да, костер горит, дождя нет. Собственно, мы за вами и пришли. Если не пойдете добровольно, гитаристов сказали принести. А котер сжечь. А с гитаристами мы прилагаем. А вы сами пойдете за гитаристами. Нет, в салаге до два дня пути. А? Два дня пути салаги. А он дошел до туда. Полный вид салаги, а он более простой. Да, я кажется, бы... Прошу, видите, вон там минус вон, да, какой-то? Поэтому, если что, по парабангу. Понимаешь, что вот, есть вода в озере, затем все сопряжаются. Просто на водку, хотя бы. Хотя как? Все, ребята, завершили мы наш трип по слету блогеров-путешественников. Ох, скажу я вам, странные ребята. Ну, есть странные, есть не очень. Короче, разные, интересные. Послушали, послушали, ушки погрели. И будем ложиться спать. Завтра у нас будет наш выход. Будем завтра кататься. А так здорово. Что, сидят у костра? Поют под гитару. Я тут подумал, что не хватало бани. Сейчас бы попарились и как, легли бы спать. Все, всем спокойной ночи. У меня уже лежбище готово. Сегодня спим в эту сторону. Там вверх голова. Хребаста мурчит. Сейчас повешу одежду сюда, сушится. И будет вообще хорошо, красиво. Дорого, доброе утро. Дорого, девять утра. Все еще спят. Медвежатина, доктор, точно спит. И посыпаться потихоньку. Умываться. Берем мыль нарыльные. И тебя... Зубы расчесывать. Так, после вчерашней баранины у нас вот такая красивая решетка. Сейчас я вам покажу, как ее почистить. Во-первых, делаем глиль на полный огонь. Медвежатина продолжает спать. Сейчас будем медвежатину будить. Мишка, поезд! Поезд, Мишка, вставай! Вставай, поезд идет! Видели тут медвежатина спит как? Вообще ему пофиг, хоть гори! Вот тюлень! Финтрел еще одел! Ёлы-пал, вообще холодно было, что ли? Да нормально, мне было хорошо. Все было великолепно, пока поезд не поехал. Хе-хе-хе-хе! Медвежатина! Ладно, спи. Я так просто проверить, живой ты, другим. Живой признаки жизни подают. Я понял, хреновые такие, вяленькие очень признаки. А, живой! Гриль самоочищается. В данный момент времени, ребятки. Выгорает вся кака-то с решетки. Для того, чтобы он мог так у нас делать, нам его пришлось затюнить. Пока вот проводим еще испытания. И как только поймем, что мы все сделали правильно, я вам расскажу, что мы сотворили с грилем. Гриль у нас боевой. Смеетесь, смеетесь, а грилю уже 6 лет. 6 лет он уже сначала на катере, в автодоме. Но потом везде ходит, стал ездить. Профсоюз защиты мишек прошу заметить, что медвежатина еще только-только глаз разлепила второй. А я уже еду почти сготовил. Видели? Вот так вот. Посмотрим, кто эту еду будет есть. Судя по мне так глядя, то можно сказать, что команда Герасим Ширк не доедает. А глядя на мишку и на его бока, можно уже сказать почему. И благодаря кому? Сашка, Васильевич. Сайки. Вот, вот, талант. Талант не прибавить. Вот так вот. А там уже в лектории народ собрался. Вовсю уже что-то записывают умное. Мы сейчас тоже пойдем туда. Только поедим сначала, потому что на пустой желудок знания не липнут. Да, они с палаточек выбрались, быстро в столовку закинулись с едой и побежали в лектории. А нам-то надо приготовить, прибрать. Ой, ребят, у меня смотрите, как колбаса жарится в этот раз. Интересно. Хопа, я вот такую плиту сделал. Видали? Сейчас выливаем сюда яйца. Опа! Вы видели, что тут у меня? Какой зажар. Благодаря моему новому способу яичница будет жариться равномерно. И сырка туда. Сейчас чуть-чуть подождем, чуть-чуть схватится яичница. И закрываем ее. Вот такая духовочка у меня получилась. Скажите, прикольно? Сковородка недостаточно толстая. И когда готовишь на плите, на нашей турбо-реактивной, даже с маленьким огнем все равно вот одно место. Не успевает тепло по сковородке рассеиваться. Надо либо чугунину такую возить, хорошую, либо... Вот мы нашли способ такой. Сколько-то минут, и все будет готово. Сейчас надо сыра туда засыпать еще. Низ уже схватился, чтобы сыр просто не упал на низ сковороды. Видите? Видите, как кормим медвежатину? Я даже руки помыл в этот раз. Кто будет ходить, кричать, что живот болит. Смотрите, у нас какой новый нож от стальных бюней. Но это уже скандинавский нож. С нормальной заточкой. Мне нравится. Я вот взял попробовать. Ну и корпоративный стиль. Цвет. Спецзаказ. К медведю приходил волк, и отгрыз ему ноги. Все, я пошел. Тут-фу-фу. Тут-фу-фу. Мы таким гостям не рады. Вот так вот. Может выйти, и шерпа не ударясь головой. Да, кто сказал, что шерп низкий? Да тут вообще не наклоняюсь, выходить можно. Без проблем. Молодец, Мишка. Мишка забыл. Зубную щетку пальцем зубы чизнит. Это, конечно, контент. Это хайп. Все. Потому что я ему говорю, мыльно-рыльные, пристегни в вездеходе вон в ту сумку. А он их опять в рюкзак засунул. Рюкзак забыл. Поэтому он теперь чуха. Ребятки, отправляю в Инстаграм вам фотографии. Почти прямой эфир. Мы делаем так всегда, когда у нас есть какая-то связь. Так что подписывайтесь на Инстаграм. Там есть актуальные новости, которых вы, может быть, в Ютубе и не узнаете никогда. Не увидите фотографии. Собака Герасим Шарп без точки. Собака Герасим Шарп просто. Все, ребята, готов наш омлетец. Попал вот такую ручечку. Прицепили и сняли его. На вид бодрый, красивый. Сейчас мы его оценим на вкус с мишенькой. Попробуем вам, кстати, вкусовые ощущения. И... У него сейчас мозг не работает, он спиной думает, говорит. По глазам видно, они у него назад закатываются. Он сегодня проснулся. Вот такие сделаем сейчас хлебушки, красивые. И слопаем и ичницу. Ладно, пьем чай, едим. И варим в Викторию. Вдруг что-нибудь интересно пропустим. Там сейчас кто-нибудь доклад делает. Как стать миллионером? Блогером. Ты хочешь стать блогером-миллионером, Мишка? Очень. Ну, в смысле, не денег миллионерам, а подписчиков, чтобы миллион был. Так, ну что, начинается тест-драйв произведения Герасима Васильевича. Ммм, Васильевич не формулу слепил. Прям пролетает. Да. Сейчас еще выше бета упадет на это, на щебень. Я думаю, щебень не сильно пострадает. Срабр-сервис, просто приложение, просто сайт, который соединяет покупателей и путешественников. Это не тот слайд. Я, конечно, не уверен, что тема детства многим интересна. Там дети, походы. Давайте начнем с того, у кого как бы дети и кто их планирует в ближайшее время. И по Ликийской тропе, в Макадемном походе. Ну, разница. У нас не купцы, которые просто даже не хотят никуда, чтобы никто их не кусал. Вы себя узнали? Да. Среди них. Меня слышно? Да. Ребят, шатер закрывает всех, а вода на имшату как опыта. Никогда не кусал клещ. Вот такая вот ядерная штука. А вы что ходите в походы? Сейчас мы все утонем. А сейчас я вам расскажу немного про самих клещей. В мире всего существует 55 тысяч видов клещей. Иване, стало закричиваться. Во, лекция про биостоп, ребят. Мы уже 4,5 года в этих костюмах ходим, и нас, кстати, ни одна зараза не укусила. Сегодня у многих будет тест палаток, и кто-то будет спать в воде. Тем временем, дождь продолжает капать на МШ, он ежится, но делает вид, что ничего не происходит. Закончилась лекция о полезных вещах, которые уберегут вас от большого-большого геморроя. И за лучший отзыв дарят костюм. Местности я еще не была. Есть, потому что восприятие жизни людей, это важно. А, несет. У нас еще отметки для бомблюмитания. Есть причина, почему я в Туву хотела, потому что там не ездят машины. Там, в принципе, пустая зона, нет населенных пунктов, и я подумала, это идеальное место, где учиться водить машину. И, в общем, приезжает машина, выходят двое парней, такие, ну все, давай, садись, езжай. А я смотрю карту, навигатор, и я понимаю, что мне дико ссыкотно. Я смотрю и вижу, что мне, чтобы выехать с Абакана, мне нужно проехать круговое движение. Круговые движения для меня ад. Да, вы меня понимаете, это классно. Я поняла, что я не могу. И я начинаю плакать. И меня спрашивают, что ты плачешь? Денег, может, нет? Я говорю, нет, у меня все есть, но я боюсь. Вы можете, давайте я вам доплачу, а вы меня вывезете из города просто. Короче, ладно, у меня была ладовеста, механика, и в 10 утра меня оставили одну на обочине, и я через два с половиной часа только тронулась. Так, ну что, ребят, нам компания Абиастоп выдала вот такие вот штуки. Сами знаете, куда они одеваются с такой вот надписью. Так что вот, ну, даже по Москве можно безопасно ходить. Ну, на наш стейк сбежались просто все. Они нас, конечно, уверяют все, что сбежались на Шерпа посмотреть, но сбежались они все на вот этот отвратительный стейк. Сними вот эти вот горячие животные блеском. Да-да-да-да. Больше, сильнее. Да. Совершенно верно. По трассе не самый быстрый вариант доставки. Любой вездеход по трассе не самый лучший вариант доставки. Все, кто говорят, что наш вездеход может ездить по трассе, это тоже может, но мало удовольствия ехать 60 км в час на любом вездеходе, 70 км. Слушать гудения раздатки, механизмов и прочее. Проще в джипе проехать со скоростью 100-110 км в час в комфорте и привезти вездеход там, где он нужен, где дорога действительно кончается. Ребятки, еда, еда поспевает. Посмотрите, какие у нас мясы. Там рассказывают про какие-то новые ноутбуки для блогеров. Супер Купер РТХ от НВИДИА. Ну, я потом в интернете прочитаю. И Андрюха МШ пошел, сейчас все узнает и нам придет расскажет, так что мы ничего не пропустим. Зато останемся с мясом. так, сейчас народ будет собираться на такой запах-то, на такое месяо по любасу будет собираться. Итак, месяо готово. Реактор заглушен. Прожарка медиум, как мы любим. кровушку выдавили из коровы. Приступаем. А я вам говорил, что люди будут приходить. Посмотрите, кто пришел. А их не выгонишь отсюда. Запах идет, и сразу разыгонишь здесь. Ну что ж, начнем давайте. А у нас ничего нет. Мы из компании антивеган, так что все нормально. Мы все че-вем. Смотрите, будем делать надрез пациенту. Так. Присутствует сукровица, крови нет. Отвратительно. Вот точно отвратительно. Не, ну вы видели его лицо? Можно ли поверить такому лицу, что отвратительно? Я думаю, нужно. Нет. Ребята, Скорее всего, ты нас обманываешь. Оно вот прям дозрело настолько, что надо есть. Невозможно есть, потому что как бы играй, держи, Марко. Не в каком случае. Там. мы не знаем, что сейчас будет, но скорее всего, будет. Да трэш какой-то будет. Макание, макание живого человека, гражданина в воду. Вот он. Вы видели этот дикий взгляд? Мы его сейчас по полю будем таскать, не по воде. Ребятки, сейчас едем, будет какой-то трэш. Я не знаю, зачем я на это согласился, но, наверное, наверное, кому-то сделаем доброе дело, и они с этого трэша перейдут к нам на более спокойное, рассудительное видео. И полезное. Ну, в общем, легковые автомобили поехали по дороге, ну, а мы, конечно, не ищем легких путей. Обалдеть. Ну, то есть, неделю можно автономно существовать. Больше недели. Больше. Если стоять и не ездить, то месяц. Вообще, шиша взлетать будет. Ребята, мы плывем. Мы плывем. Достаточно будет того, что, например, шер будет ехать вот тут, а я буду, нам в деревке хватит там ехать, но нам кусты будут мешать. Вот как-то так получается, что не получается у нас вейкборд сюда засунуть. Не получается? Ну, можно, конечно, с травмами вейкбордиста намотка его на его куст. Я согласен. Мы уже предлагаем его по полю покатать. Паша, спасибо тебе, хорошим человеком все-таки. Слушай, нет, знаешь, как можно сделать? Можно его, если можно тебя на веревке вытащить туда, а потом из воды вытащить на сушу как-то, понимаешь? выдернуть тебя оттуда можно. Ну, типа, закинуть на другой берег, а потом удернуть. Что такое? Уже ступался? Ай-яй-яй-яй-яй! Где тут плео? Ух ты! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Что у тебя там такое? А-а-а-а-а! Что-то приятно! Сука! Кто? Кто тебя укусил? Ну чёл на хера! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Всё-всё-всё! Эй-я! А-а-а-а! Слушай, это осы! Что-то Паша недоволен, говорит много осы или чёвы. Вы какие-то неправильные, а вообще чёвы. Я пробую прай-лимёт делаю. Так, у нас канал семейного просмотра без мата. Осы покусали! Они здесь летают, смотрите, может... Снимите! Что? Снимите, говорит, меня домой! Снимаю! Чё-то меня, да? Чё-то нашлись добрые люди! Подвезти хоть! Чё-то благоизволили! Я не знаю, как я в это ввязался! И кто меня уговорил! Здесь летают осы! Кто-то уже был покусан! Потому что мы, походу, в гнездо их провалились! Так, гражданина покусали пчёлы! Ужас! Ищественные доказательства! Прямо атаковали! Поехали! Сейчас мы тебя прямо в эту травку пустите! Затащим! Опа! Говорят, что боец готов! Поехали! Стой! 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 Оторвался! Тебе нужно сначала медленно вытащить из воды, а то он удержался! Он в траве же ввесь тяжело ему! Тебе нужно медленно разогнать его, а потом это... Покуси, что берёшь меня, заставили. Знаешь кто-нибудь? Он не удержался! Он в траве же ввесь тяжело ему! Тебе нужно медленно разогнать его, а потом это... Короче, трэш продолжается! Трэш-контент на канале Герасим Шер вообще не часто бывает Особенно такой бессмысленный Да и беспощадный Ребята, его пожрали осы Он собирается сейчас врезаться в эти кусты, но его ничего не останавливает Я вам не скажу, какой у него канал, потому что я не хочу, чтобы вы учились чему-то подобному Вы видели, какой трешак творится? Спасение утопающего МШ у нас на подаче троса стоит, пала Мишка рулит Сейчас его пытаются завести максимально далеко, чтобы он мог проехать Вся сложность в том, что мы планировали на том берегу это все делать Но там платная рыбалка и нам не дают Приходится вот на этом коротеньком отрезке Всего лишь тут метров может быть 150 Давай! А может давайте повторим? Давай назад, оттянем меня Дубль два! Хорошо, а еще Смотри, ты сейчас по берегу и возле кустов уходи прямо в поле Вправо поворачивай и вытащишь прямо его на берег Нормально? Ну прям бросок карася в свободе Нормально! Что они творят, а? Вот так типично выглядит рыба прилипала Она прилипается к шерпу и кормится водорослями, которые он поднимает со дна А так же мелкими ракообразными Под жопой начнешь чувствовать дно? Кричи! Вот это я на лима поймал! Намотал на байпер О, огнище! Спасибо, что я попросил Вдруг откуда ни возьмись появился рыбнодзор И суровый весь такой рассказал, что нам нельзя находиться прямо здесь А поэтому, друзья, нам придется убежать Прямо по полю Прямо вдаль Прямо по полю, прямо вдаль По сырой траве туда Особенно вот эта изюминка в виде желтых сапог вообще расставила Да Рыбинспектор желтый сапог Да, мы ему желтый шлем еще нашли Слушай, ну, вообще не представился Ни удостоверения не показался Он же не инспектор, это же просто их территория Это сторож Да, сторож Валера Давайте назовем его вот так Слушай, ну, судя по его виду, вообще, ну, не меньше никак Ну, полковник такой, знаешь, такой выглядит Сторожевых войск А простым, простым смертным сапоги желтые не дают Фух, ребята Собрали лагерь почти Вот это да Здравствуйте, дорогие мои Здравствуйте, здравствуйте Как у вас драгоценные дела? Так и ничего вроде Отлично Ой-ой-ой-ой-ой, вот это карать Это дочь моя, Аришка Гера Все, не прошло и полчаса, лагерь собран чистый Я прятен Сейчас выкинем мусор, отдадим собачкам Косте А, вон он, что, мясо нюхает, видишь, Костю Он там лежит, он ее нюхает Маньяк вы, бордовый Все, давай, удачи Вот этот человек, который ставит опыты на детях Несмотря на запреты всех конвенций Слава богу, на свои Так, ну что ж, ребята Давайте попробуем Ну а Денис Доропей Ухватил мишаню В самый последний момент прокатиться Жалко, ребят, нету здесь возможности кататься Потому что мы здесь всю эту самую щебенку разворотили Ругаются на нас, короче В пруд нельзя заезжать, там рыбы у них ценные Короче, скукотища Такое ощущение, что он вообще может... Нормально герпит? Он даже плавает Да, нормально, качиваюсь Ребят, мне кажется, можно целый день заезжать Съезжать с прицепа на прицеп и все это будут снимать Потому что зрелище завораживающее на самом деле Кто знает вот этого человека? Какие-то у него там маски, названия чемпионатов и прочих вещей он рассказывает Короче, я порой даже не понимаю, то ли он матерится, то ли что-то умное говорит Да, что мне просто неведомо Ну, наверное, потому что, блин, у нас такого нет Нет, ребят, пользуясь случаем, я раз уж я оказался у Герин на канале Я хочу сказать, что ребята делают реально очень крутые вещи Мы, конечно, на своих машинах тоже стараемся уезжать в Арктику Но я с большим удовольствием смотрю Герин канал Признаюсь сразу, что это из пяти каналов, один из каналов, который свой на ютюбе Вот, несмотря на то, что с временем очень туго Поэтому вот лайк от меня, это первый лайк от меня А я, в свою очередь, хочу сказать, то, что делают они на автомобилях Они замудохиваются гораздо больше, чем мы И вот тоже честь и хвала, потому что, наверное, мы бы так не смогли То, что столько копать, это надо очень сильно хотеть Добраться до цели, да Мы просто это делаем гораздо легче И холодно нам там еще все-таки в Арктике Кто не видел, посмотрите Ребята и в Арктику гоняют Короче, на машинах делать невозможно что-то Ну, стараемся Причем не сильно такие вот адовы подготовлены Стоковые машины Стоковые машины, в этом вся и суть Но в этом году мы делаем две машины на 38 колесах Это, конечно, не шерп Но, соответственно, и та дистанция, куда мы хотим заехать В Арктике, она будет еще дальше Туда никто не доезжал на машинах Была одна экспедиция, их туда дотягивали И что самое главное, что все машины, которые туда доезжали Они сейчас там стоят как памятники А мы хотим все-таки уехать оттуда своим ходом А туда они будут ехать задом Чтобы потом не разворачиваться Поехать домой Ты, кстати, прав Потому что потом заметят следы И не успеешь Все так и есть Вот так вот В общем, на таком позитиве Мы заканчиваем наше присутствие на слете блогеров Как стать миллионером Там продолжают обучение Мне кажется, мне это не освоить Это очень много буквы, огромный поток информации Так что я буду по старинке Ладно, сам нарезал, сам снял, сам выложил С вас только лайк и просмотр Ну и, конечно же, позитивный комментарий Спасибо Закончился для нас слет под рюкзаком А так-то он продолжается еще Я хотел бы сказать огромное спасибо команде слета Отдельное спасибо Олесе Обличной За то, что вот так вот нас пригласили Мы реально побывали в интересном месте Познакомились с новыми людьми Я познакомился с теми людьми, в принципе, которых я знал По ютубу Но не видел их лично Это Андрей Мша Это Богдан Гулочев Это Денис Доропей Это офисный планктон Где вы, конечно, да, Озаров В общем, мне все понравилось Также и вам рекомендую, если вы хотите, собираетесь Или являетесь блогером Да или вообще хотите встретиться с теми, кого видите на экране Это прекрасное место Я надеюсь, в следующем году мы снова будем на слете под рюкзаком Все, ребята, всего хорошего Большое спасибо Пока